Сегодня я вам раскрою свой самый лучший рецепт келяра. Готовим fish and chips. Ой, стреляет. Все хрустит, все блестит, вкус возбуждает. Слышали? Слышно. В общем, больше общения, Витя. Понял? Ребята, всем привет. С вами Николай Лельков, Виктор Шайдетский. На моем YouTube-канале мы готовим блюда, рецепты с Мастер-шеф, что мы готовили там на передаче вживую. То, что вы смотрите по телевизору. Поэтому ставьте лайк уже сейчас. Если не подписаны, что надо сделать? Это лайки и подписаться обязательно. Сегодня готовим fish and chips. Судачок, филе. Ребята, кто любит fish and chips, обязательно лайки в комментах, чем он любит fish and chips. Для меня самое главное классный кляр. Поэтому сегодня я вам раскрою свой самый лучший рецепт кляра. Погнали, с него и начнем. Нам нужен крахмал, темпурная мука, разрыхлитель, краш и холодная вода. Так, берем миску. В миску мы отправляем крахмал и темпурную муку. Зачем холодная вода? Максимально должна быть холодная вода, потому что реакция фритюра с холодным кляром дает взрыв. Сюда же я отправлю разрыхлитель. Сейчас я возьму венчик, отлучусь на секунду и замешаю это делать. Видите, отдай венчик. Я не знаю. Сейчас мы дисперсируем по-научному, можно так сказать, шум. Дисперсия – это соединение... Внутри с мукой? Да. Это по-научному дисперсия называется. Дисперсия. Да. Заливаем холодную воду. Сейчас многие напишут минералочку лучше или пивку. Можно и так. Ну да, если с пивком, можно без разрыхлителя, но я на пиве не сильно люблю. Так, замешиваем до однородной массы. Открываю рыбу, но не выкладывая ее на стол. Хорошо. Вот, оно сейчас сильно густое, но постоит какое-то время и станет более жижей. Тем более, что мы сейчас сюда добавим краш. Можно лед. Краш просто быстрее растанет. Краш – это дробленый лед. Молодец. Объяснил. Вот сейчас будет таять и будет еще жижа. Да, и будет еще жижа. Чем клейр жижа, чем шо, тем более хрустяще. Ну да. Все, ребят. Вот замесили и отправляем в холодильник, пока делаем все остальные операции. Чтобы он настоялся, клейковина сыграла свою роль, набухла, соединилась, подружилась и все будет хорошо. Ммм, красота. Один кусок целиком? Да. Давайте вот ради Вити сделаем один кусок целиком. Эти куски сделаем вот так вот. Оп, раз, раз, раз. Возьмем гастроемкость. Вот так одну целую сделаем. А вот это будет у нас на порцию. Что за чипсы тут лежат? Сейчас расскажу. У меня уже, в принципе, стоит фритюр. Он греется. Мы сегодня во фритюре будем жарить только лишь рыбу. Чипсы у меня уже готовы. Мы их сами делаем. Чипсы из картофеля, чипсы из топинамбура. Еще у меня есть чипсы из батата, но они закончились. Не будем тратить время в этом видеоролике по правилам и техникам приготовления чипсов. Если вам это действительно интересно, вы пишите в комментарии. И мы вам покажем, как мы готовим чипсы. Всю технологию. Батат, картофель, топинамбур, морковка, баклажан. Вот все, что вот интересно, мы все возьмем и покажем в одном виде. Тема чипсы. Сейчас же мы заостряем внимание только лишь на кляре и на самой технике приготовления рыбы. Сделаем тартар, соус для нашей рыбы. Возьмем мазик, корнишоны, каперсы и лук-шалот. Сделаем тартар. Для меня тартар это нарезка. Но почему этот соус тартар называют, для меня вот тогда непонятно. Почему тартар тогда называют мясо? Тоже ж нарезка. Потому что это нарезка. Изначально тартар это татарское блюдо. Татарское. И так и называлось. Стейк по-татарски. Кто это знал? Пишите в комментариях. В итоге вот это французы со своими вот это услышали татар. Все думают, что тартар французское блюдо. А это татарское блюдо. А по факту это татарское блюдо. Лук-шалот. Добавляй пафосно такую. Отправляем пафосно лук туда. Мазик, корнишончики. Я бы добавил ворчестера. Я очень люблю ворчестеры. Отправляем сюда огурец. Дальше каперсы. Кто-то говорил, что каперсы это вообще оливки нераскрытые. Воробьи это дети голубей? То есть ты хочешь сказать, что воробей превращается в голубя? Да ты гонишь. Холя, да. Был воробушек, стал голубь. Кто выращивал голубей? А голубь потом воробус. Это миф или правда, что воробушек превращается в голубя? А кто-то вообще видел в жизни что-то показывал? Так, ладно, добавляем ворчестер. Нету? Дорадо, трюфель, шпинат. Добавим немножко ворчестера вот сюда. Замешали тартар. Добавим перца. Мне нравится. Добавим соли. Чуть-чуть-чуть. Еще замешаем. Это очень вкусно. Ребят, рекомендую. Я возьму сейчас кукурузный крахмал. Где он? Ты где? А где Витя пропал? Я воды пошел попить. Для панировки я использую темпурную муку 50 на 50 с кукурузным крахмалом. Мне так нравится. Так дешевле, результат хороший. Все прекрасно. Сейчас рыбку мы посолим. Поперчили рыбу. О, отлично. Смотрите, 180 градусов. Как раз можно жарить. Давай, Витек, панируй. Отправляем это сюда. Пафосно. Пафосно. Витя, ты такой пафосный. До безобразия. Достаем кляр. Заляпался. Он отличной консистенции. Настоялся. Есть? Да, оставлю котчик специально. Сейчас отправляем это во фритюр. Давай, Витю. Да, давай. Хорошо пошла. Ой. Стреляй. Перевернем. Ты дожаривай эту, а я буду панировать эту. Ух, ты посмотри, какая она. Слышали? Слышно. Вот это кляр. И теперь вы так же сможете. Я сразу на салфетку скинул, чтобы лишний жир весь убрать. Очень большая ошибка. Брать и жарить фишн чипс, панируя его еще в темпуре, например. Это суперогромная ошибка. Только кляр, никакой двойной панировки. Любишь большими кусками? Да, ну прикольно. Оно как-то так натурально выглядит, типа целый кусок рыбы просто. А унтентично. Да, да. Отправляем рыбу. Ну, хороший гляр. Хороший гляр. Вкусно? А по соликам? Нормально. Нормально? Ох, фишн чипс. О, хорошо. Мне нравится, как она жарится. Ребята, смотрите, я хочу еще для декора использовать вот такую вот спаржу. Она нарезана экономкой и отлежена в холодной воде, чтобы ее вот так вот покрутило красиво. Сейчас мы эту спаржу тоже запанируем. Отправляем спаржу тоже сюда. Кляр. Есть. Вылавливаем наш фишн чипс. Вам мне нравится, Коля работает, я ем. Вот это ролик. Вот это снимаем. Подлец. Чем меньше жира на продукте, тем это лучше. Аспарагус. Жарим. Ну шо, Витя, берем фишн чипс. Сейчас я достану аспарагус пожаренный. Разбрасывать в суху. Везде. Туда, сюда. Туда, сюда, обратно. О, боже, как приятно. Free, free, free. Рыба free, аспарагус free, чипсы free. Все хрустит, все блестит. Вкус возбуждает. Не хватает только чего, правильно, пивка. Ну шо, ребята, вот фишн чипс. Чипс наш. С картофельными чипсами, с чипсами из топинамбура. И аспарагус free. Вот, слушайте, как хрустит. А с этим соусом это будет блестяще. Подписывайтесь на наш канал. Готовьте вместе с нами. У вас получится. А если получится, вы обязательно должны поставить лайк. Можете уже ставить лайк, у вас все получится. В общем, ребята, до следующих выпусков. Всем пока. А я здесь буду. Приятного аппетита. Субтитры создавал DimaTorzok